На Старообреческом храме во имя Серпиона Черемшанского появился купол. Этого момента верующие ждали долго, ведь строительство храма шло несколько лет и пока не закончено. В день установки купола перед строящимся зданием прошла служба, были освещены крест и главка. В 2011 году было принято решение о выделении участка для строительства этого храма. В 2012 году были публичные слушания и начали строить, заложили фундамент. А сегодня у нас 2018 год, то есть уже 6 лет идет строительство с переменным успехом, иногда быстрее, иногда медленнее. Но сегодня это знаковое событие, потому что крест для христиан – это самый главный символ христианской веры. И поэтому он наверху храмов ставится, потому что вокруг него, вокруг креста, все вероисповедание христианское сосредоточивается. Сегодня долгожданное событие, хотя еще и кровли не готовы, потому что у нас сейчас задержка, закончился материал для кровли. Мы ищем сейчас благотворителей, кто бы помог еще докупить материалы для кровли. Но прежде чем заканчивать кровлю, нужно поставить вот эту конструкцию, чтобы правильно подвести кровлю, чтобы там не затекали дождевые воды. Мы надеемся, что вот мы сейчас приложили все усилия, чтобы поднять крест с куполом. Он будет и освещать окружающую территорию, и всех людей радовать, которые здесь живут и ходят. И я думаю, Господь увидит это и откликнется, и пошлет нам возможность закончить крышу. И самое главное, что эта крыша будет осенять всех нуждающихся в утешении, всех нуждающихся в поддержке, всех нас. Потому что мы все такие, нам всем нужна утешение, нам всем нужна поддержка. Здесь пока нет возможности проводить службы, там внутри леса, внутри нет пола, как видите, нет окон, отопления тоже нет. Мы очень надеялись, что в этом году мы поставим окна, двери, но, к сожалению, пока нет возможности такой. Поэтому мы проводим службы по адресу братьев Захаровых, 144. Там в здании бойлерной, к сожалению, другого нет здания, там помещение нам выделено для того, чтобы мы молились. У нас помещение не приспособлено для этого, потому что там бывает шум от насосов бойлерный, там душно, там влажно. Но у нас другого помещения, к сожалению, нет. И как есть, пользуемся, радуемся, благодарим всех, кто помогает и нашу Господу. Прихожане, которые в этот день пришли на службу, посмотрели выставку рисунков детей, которые занимаются в старообрядческой воскресной школе. Очень позитивные картины стоит отметить. Кстати, после завершения работ в новом храме тоже откроется воскресная школа для всех детей, независимо от веры. Собрание рисунков детей из нашей воскресной школы. Этот храм будет обязательно с воскресной школы. У нас уже есть воскресная школа в молитвенном помещении, где мы проводим службу. Здесь обязательно будут кружки, обязательно будут занятия с детьми. Это будет, я считаю, такой островок, оазис духовности и культуры, древнерусских примесел, рукоделия. Чтобы дети из этого района и вообще из нашего города приезжали, занимались, учились, приобщались. Чтобы и взрослые приходили, все мы, чтобы немножко становились лучше, добрее.